Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, те, кто подписаны на мой канал давно, знают, что я люблю и умею, как мне кажется, экономить. Очень многие думают, что к этому подталкивает меня некая финансовая необходимость. Что ж, пусть будет так. Я всегда говорю, что здесь на просторах интернета, в особенности на просторах Ютуба, нам не всегда говорят правду. Если даже я вам скажу одну вещь, вы всегда будете вольны подозревать другую вещь. Очень многие даже думают, что квартира на продажу выставлена, потому что нужда действительно заставила, и, соответственно, и к минимализму я пришла, потому что нужда меня заставила. Но, тем не менее, я являюсь человеком, который любит экономить, потому что умеет это делать. Я делаю это с легкостью. И недавно под одним из подобных видео, где я рассказывала о том, на чем же я экономлю, на чем можете экономить вы, мне поступил очень интересный вопрос. Яна, на чем вы экономите, понятно, а на чем вы не готовы экономить? Это видео будет посвящено тому, на чем же я не готова экономить. И сразу могу сказать, что когда речь заходит об экономии в нашей семье, речь заходит прежде всего о том, что я совершенно точно, как хозяйка, как хранительница очага, вижу причинно-следственную связь. Если здесь мы не потратили, значит, мы как будто бы заработали, потому что то, что мы готовы были потратить, мы, в общем-то, можем считать своим заработком. Я совершенно точно могу сказать, что я безболезненно отказываюсь от каких-то вещей и предпочитаю очень часто, когда меня даже спрашивают, Яна, куда же вы тратите сэкономленное? Как раз-таки вот на список из таких вещей я, в общем-то, и трачу сэкономленные деньги. Итак, первое, что я очень-очень люблю и на чем, я поняла, не готова экономить, хотя если такая возможность предоставится, конечно же, я сэкономлю. Это красивая одежда, красивая обувь, потому что, ну потому что, несмотря на то, что я считаю себя минималистом, я всегда думаю и полагаю, и мне кажется, я не ошибаюсь, я совершаю сейчас, здесь и сейчас, совершенно минималистичные закупки, чего бы то ни было. Что касается моего гардероба, это и обувь, это и одежда в том числе, но тем не менее, я поняла, что если какая-то одежда мне очень-очень нравится, я всегда буду рада ее купить по цене чуть ниже, чем я была бы готова ее купить, но если эта вещь мне очень нравится, я, что называется, за ценой не готова постоять. Я очень люблю красивую одежду, я очень люблю красивую одежду на других, я очень люблю красивую одежду на женщинах, на мужчинах, на детях, и могу сказать, что на красивую одежду для себя, для своих детей, а также для своего мужа мне никогда не жалко потратить денег, но то же самое, я думаю, многие поняли, касается также обуви, то же самое касается аксессуаров, то же самое касается, например, сумок. Если что-то мне нравится, и я могу себе это позволить, на это я действительно готова потратиться. Итак, одежда – это первое в моем списке. На втором моем списке этому научил меня мой муж, потому что я имела полностью противоположное представление о том, как должны обстоять дела. Это мебель. Я совершенно точно поняла, что я хочу качественную мебель. Качественная мебель, к сожалению, дорогая. Что в моем понимании качественная мебель? Это мебель, которая не шатается, не расшатывается. Это мебель, если, допустим, речь идет о кожаном диване, либо о кожаных стульях, как за моей спиной. Это мебель кожи, на которой никак не деформируется, сколько бы мы на ней не сидели, сколько бы дети на этих диванах не прыгали. Меня часто спрашивают, Яна, как вы ухаживаете за своим белым кожаным диваном? Признаться, я никак вообще за ним не ухаживаю. Я просто совершаю влажную уборку. Но крайне редко, крайне редко, это примерно раз в год, я обрабатываю его самым обычным кондиционером для волос. И могу сказать, что да, если кожа очень-очень качественная, она и выкрашена таким образом, и она имеет такую плотность, что и загрязнения легко удаляются. И самое главное, кожа, допустим, не деформируется. У нас также есть кресла, которые стоят перед камином. И могу сказать, что дети что только не делали с этими креслами. И домики строили, и с этих кресел падали, потому что они прыгали на этих креслах, когда я не могла вовремя уследить, что они на них прыгают. И этой мебели ничего не случилось. Это очень-очень качественный производитель, Мальтени, если вам интересно. И я поняла, что да, действительно, качественная мебель, она очень долго служит, и она очень долго остается красивой. И она очень долго нам... Она очень долго остается красивой, поэтому это то, на что я готова потратиться. Помимо эстетики, которая все-таки подразумевается за определенную цену, я на самом деле считаю, что на данный момент, когда мы платим дорого за мебель, это один из немногих сегментов, который остался, где разрыв между ценой, между дизайном, между эстетикой и качеством не настолько велик, как, допустим, может быть, если речь идет, допустим, о дорогой одежде, либо о дорогой машине. Там разрыв очень-очень большой. Очень часто мы платим просто за бренд. То в том, что касается как раз-таки вещей внутреннего дизайна, в том, что касается мебели, и разрыв, на мой взгляд, насколько я могу судить, а этой темой я очень-очень интересуюсь, он мне очень большой. Мои зрители знают, что я хочу купить диван, и это будет очень серьезная покупка, потому что хороший диван стоит, а нам нужен хороший диван, чтобы дети его не расшатали, чтобы он служил нам какие-нибудь хорошие 5-6-7 лет. И вот недавно я задумала купить столик, круглый столик на террасу, еще одну столик для завтрака, на самом деле. Наша семья крайне редко собирается на завтрак все вместе. Соответственно, нам нужен небольшой столик, где сначала позавтракают старшие дети и мой муж, они уезжают раньше с домом, а потом будем завтракать, допустим, из Данечки. Соответственно, вот такой небольшой столик. И можно, конечно же, купить пластмассовый стол, который будет стоить недорого, а можно купить другую мебель, которая, как правило, стоит дороже, если она предназначена для улицы, то есть для внешнего использования, не внутри помещения. Соответственно, вот это вещи, которые стоят в листе моих желаний, в листе моих покупок. Это то, на что я готова совершенно точно потратиться. В то время, как раньше я считала, можно купить недорого, попользоваться, вышло из строя и, соответственно, избавиться. Речь идет в данном случае о мебели. Горячая вода. Я очень люблю принимать ванну. Я много раз рассказывала, что я принимаю, в особенности зимой, несколько раз содовые, несколько раз в неделю содовые ванны. Я очень люблю стоять в душе, под горячим душем. Меня это расслабляет. Это некая медитация для меня. Я могу сказать, что я прекрасно понимаю, что горячая вода, она здесь, в Европе, стоит. Она стоит дорого. Я могу сказать, что многие итальянцы моются очень-очень быстро, буквально-таки ополоснулись и вышли. Этому я научилась здесь. Это я подсмотрела у своих подруг, потому что однажды даже мне случалось выезжать с моей подругой, с ее семьей в горы, экономно относиться к воде, в особенности к горячей. Я, конечно же, научилась здесь, в Италии. И могу сказать, что это то, на что я готова потратиться. Это то, что составляет комфорт моего дня. Это горячий душ желательно с утра, горячий душ желательно вечером, ну и, конечно же, горячая ванна желательно два раза в неделю как минимум. Это то, что я сейчас могу себе позволить, потому что дети подрастают, и времени все больше и больше. Поэтому да, горячая вода – это то, на что я готова потратиться. Еще одна, а еще одним пунктом, на который мне не жаль тратить деньги – это впечатление для детей. Мне очень хочется, чтобы у моих детей остались хорошие воспоминания об их детстве. И я всегда должна балансировать, и я даже рассказывала о том, что можно очень хорошо экономить на детях, например, не ездить с ними на совместный отдых, потому что они маленькие, и сборы сами по себе, и вообще сам отдых, он скорее не отдых, а просто какое-то такое событие, которое ты помнишь очень часто всю свою жизнь, но и не с положительной точки зрения, потому что дети могут заболеть, с детьми очень-очень сложно на отдыхе, дети должны привыкать к новому месту, и ты должен привыкать к новому месту, как родитель маленького ребенка. Поэтому я, например, выделяла отдых с детьми – это то, на чем можно экономить. Я очень сильно экономлю, поверьте мне, на еде для своих детей, потому что мои дети не едят традиционные перекусы, традиционные закусы, традиционные полдники, которые здесь в Италии являются традиционными, я говорю об Италии. Мои дети едят яблоки на завтрак, хотя многие прошлись по тем вафелькам, но тем не менее, чаще всего они едят на завтрак, они очень часто едят на полдник, самые обычные фрукты, мы не покупаем молоко, это огромная экономия бюджета, это вот именно огромная экономия, потому что на троих детей молока нам необходимо было по 3 литра в день, плюс еще я пила молоко. Соответственно, я хорошо экономлю на питании детей, но тем не менее, я готова тратиться на что-то полезное и вкусное, что, безусловно, доставляет радость моим детям, и я надеюсь, что это будет доставить прекрасные воспоминания об их детстве. Но под впечатлениями для детьми я также подразумеваю, каждый раз, когда мы выезжаем в Паду или в какое-то место, мы что-то покупаем своим детям. Сначала я была против, потому что это вещички, которые потом валяются, которые очень часто ломаются, от которых потом приходится расслабляться, но я в один момент поняла, что это тоже впечатление для моих детей. И, в общем-то, без труда мы расстаемся со всеми этими вещами, которые стоили 4-5 евро на каждого ребенка, соответственно, все это покупается из какой-то поездки, а мы выезжаем, если позволяет погода, каждые выходные, как минимум один раз, а если погода хорошая, позволяют детские каникулы, допустим, Егор возвращается из школы пораньше, мы стараемся выезжать после, допустим, зимы, и два раза в неделю мы всегда что-то своим детям покупаем, и потом я легко от этих вещей избавляюсь. По сути, это деньги, выброшенные на ветер, но тем не менее, это то, что мне бы хотелось именно сформировать у своих детей, как некое впечатление об их детстве, поэтому на впечатления детские, которые не всегда связаны с покупкой игрушек, а именно вот на какие-то впечатления, это то, на что мне приятно тратить деньги. Я поняла также, что я готова тратиться на текстиль, хороший текстиль для дома. Это, например, скатерти, хотя у меня есть недорогие скатерти, есть скатерти, сшитые на заказ. Это прежде всего полотенца, которые после стирок будут оставаться мягкими, хотя я тоже рассказывала, что не всегда высокая цена, и бренд того или иного текстильного дома гарантирует нам, что полотенца будут оставаться мягкими, но тем не менее, красивый текстиль, мягкий текстиль, допустим, постельное белье, пледы какие-то, это то, на что я готова тратиться. У меня был тоже опыт покупки, допустим, чего-то из полиэстера, речь идет о каких-то пледах, о каких-то покрывалах, речь идет о каких-то пледах, о каких-то покрывалах, но я поняла, что это то, что не доставляет тебе уюта, это то, что не доставляет тебе тепла, не доставляет тебе тактильного даже удовольствия, поэтому текстиль для дома – это совершенно точно то, на что я готова потратиться. Ну и еще одна вещь, на которую мне не жаль тратить денег – это трафик, интернет-трафик. У нас очень много интернет-трафика, я всегда говорю начинающим блогерам, что нужно тратиться именно на интернет, не столько на хорошую камеру, вы можете снимать на свой телефон, не столько на профессиональный свет, вы можете просто, как сейчас я, снимать рядом с окном, но интернет-трафик – это то, на что придется потратиться, и на самом деле я поняла, что я с удовольствием трачусь на интернет-трафик, потому что мне нравится делать свои видео, мне нравится их выкладывать, а для этого нужно очень-очень много трафика, мне нравится загружать что-то из интернета, допустим, какую-то музыку, либо какие-то мультфильмы, мне нравится, что мои дети смотрят все это без рекламы, мне нравится, что в любой момент я могу поставить мультик и отлучиться, и иметь какие-нибудь 10 свободные минут для душа. Поэтому интернет-трафик, сколько бы он ни стоил нам в месяц, это то, в общем-то, на что я трачу деньги без сожаления. Сегодня потратили больше, точнее, в течение этого месяца потратили больше. Ну что ж, бывает, в течение следующего месяца потратили чуть меньше. Хорошо, но совершенно точно я не удивляюсь и не расстраиваюсь, когда мне приходит счет за интернет-трафик. Также я иногда загружаю фильмы, которые мне нравятся. Также иногда я загружаю фильмы. Я также очень часто смотрю программы, которые мне нравятся, фильмы загружаю, которые мне нравятся тогда, когда я хочу их посмотреть, и тогда, когда у меня есть время посмотреть. Но и также я все-таки предпочитаю интернет-шопинг, который тоже занимает, точнее, который тоже требует достаточное количество трафика. Ну что ж, вот такие вещи, на которые я трачу деньги совершенно без сожаления, на которые я готова даже потратить чуть больше, чем трачу здесь и сейчас, если вдруг цены на эти вещи повысятся, потому что эти вещи доставляют мне радость и удовольствие. Желаю вам всем... На этом с вами прощаюсь. Желаю вам всем не иметь возможности... Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю по традиции всем своим зрителям... Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю всем своим зрителям не иметь необходимости на чем-то экономить, но уметь это делать и иметь всегда возможность, как следствие определенной экономии, тратить чуть больше на то, что действительно нас радует и доставляет нам удовольствие. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok